Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Черных сегодня в выпуске. Услышат признание от потерпевших в эти минуты очередное заседание по делу Натылы Полежаевой, которая не выплачивала зарплату сотрудникам. Стоп-машины. В Омске сегодня перекроют улицу в центре города. И тропическая лав-стори. Я до последнего не верил. Я думал, что это какой-то развод. А Мич сделал предложение возлюбленной на дне Индийского океана. В Омск возвращается жара. Уже сегодня амичи почувствовали потепление. По данным синоптиков, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. Но местами пройдет небольшой дождь. В субботу и воскресенье в регион вернется лето. Ожидается до плюс 27 градусов тепла. Вероятность небольшого дождя сохранится. Сломали памятник городовому в центре Омска. Происшествие на Любинском проспекте попало на камеры уличного видеонаблюдения. Двое парней и девушка сломали памятник городовому на углу Ленина и Бударина. Инцидент произошел накануне около 6 часов вечера. На кадрах видно, как молодые люди некоторое время примериваются к любимому амичами и гостями города-монументу. А затем один из них отрывает рукоятку сабли. Походив еще возле памятника, троица удаляется в сторону улицы Бударина. Вандалы не прячут своих лиц и вычислить их не составит труда. Как сообщили в полиции, по факту произошедшего сейчас уже проводится проверка. Всех, кто располагает информацией о хулиганах, просят сообщать по телефону 20-04-04 или 102. В Омске в эти минуты проходит очередное заседание по делу Нателлы Полежаевой. Сегодня допрашивают потерпевших. Напомню, директора санатория «Рассвет» обвиняют в невыплате заработной платы и неисполнении решений суда. Только по этому обвинению ей грозит до трех лет лишения свободы. Среди пострадавших 81 работник. По данным следствия, Полежаева задолжала 3 миллиона 700 тысяч рублей. Часть суммы руководитель выплатила работникам после вмешательства прокуратуры. Зарплату получил 41 человек. Общая сумма 900 тысяч рублей. Добавлю, что также руководителя Центра реабилитации обвиняют в сокрытии доходов и уклонении от уплаты страховых взносов. Сегодня вечером в Омске перекроют улицу Бульварную. Проехать по участку от улицы Пушкина до маршала Жукова водители не смогут три дня. Это связано с ремонтом трамвайных путей. По этой ветке проходят маршруты номер 4, 8 и 9. Движение будет ограничено сегодня в 8 вечера. Откроют проезд в понедельник в 17 часов. Проезд на круговом перекрестке по Бульварной останется открытым. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Пушкина, Майковского, маршала Жукова. Сказала «да» на дне Индийского океана под прицелами видеокамер. Пара омских влюбленных стала участниками популярного телепроекта «Планета для двоих». Всероссийский кастинг объявили еще в апреле. Организаторы искали парней романтиков, желающих предложить руку из сердца своей возлюбленной не так, как все. Среди тысяч анкет, присланных на конкурс, выбрали омичей, чем они покорили организаторов и как прошло их романтическое приключение в жаркой Африке. С влюбленными встретилась Анна Кокорина. С этого ролика и началась тропическая лавстория этих влюбленных. Андрей и Ирина вместе уже три года, но до ЗАГСа пока еще не дошли. А тут повод. Конкурс на лучший сценарий предложения руки из сердца объявил популярный всероссийский телепроект. Втайне от возлюбленной Андрей отправил заявку. Удивил через месяц. Парочки организовали собеседование по скайпу. Еще через два сказали паковать чемоданы в Занзибар. Я до последнего не верил. Я думал, что это какой-то развод такой. Мы приедем на вокзал или в аэропорт, нам скажут, братан, тут денег нет, отправь нам соточку, мы тебе ее потом перешлем. Вот это классика жанра. Я об этом не знала. Потом думаю, что тут долго как-то это все тянется. Да не, не похоже. Он покорил нас своей непосредственностью, своим чувством юмора. А когда мы увидели Иришу, мы поняли, что сомневаться нет никакой невозможности, ни шансов. Это точно герой нашего проекта, нашей программы. Потому что даже в видео, через экран, между ребятами происходила такая химия, которую мы чувствовали за сотни километров от них. Это было одно из самых красивых предложений, которые я видела за оба-два сезона нашей программы. Момент Х Андрей расписал практически по минутам и оставил на десерт. Все остальное время на архипелаге ребята пробыли почти неделю, знакомились с Анзибаром, родиной легендарной рок-звезды Фредди Меркури. Посещали музеи, зоопарк, популярные пляжи и этнические мастерские. Все это под прицелами видеокамер. Мы с тобой взяли маски, трубки, в общем, думали, мы будем там чилить на пляже, отдыхать. И ни секундочки не было этого момента. На самом деле это трудоемкая, действительно сложная работа. То есть это порой ты не ешь, ты не спишь, ты постоянно на ногах, ты еще должен быть бодрым, веселым. То есть раскисать невозможно. Поймать волну Хакуна Матат и таков девиз занзибарцев помогали и местные жители, искренне полюбившие парочку из Сибири. Наконец-то у нас полная семья. Конечно, Иришка, да. Давай поиграем в Анжелину Джоли. Почему бы нет? В таком цейтноте предложение руки и сердца действительно стало неожиданностью. Заветное кольцо Ирина нашла на дне Индийского океана в ракушке. У меня тут два кольца. Пути, 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 пути. Я думаю, как под водой, как плакать. Я начинаю рыдать и не понимаю, как вздыхать. Я тебя люблю. С головой окунуться в романтику, а мечи смогут уже в декабре, когда программа с участием наших влюбленных выйдет в эфир. А пока, услышав заветное «да», Андрей штудирует интернет в поисках кастинга на самую необычную свадьбу. Анна Кокорна, Сергей Гаврилов, 12 канал. В Омской области стали больше строить. За 7 месяцев этого года в регионе возвели около 300 тысяч квадратных метров жилья или 3339 квартир. И это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером стало индивидуальное жилищное строительство. Мечи все чаще покупают частные дома и коттеджи. Их построили в два раза больше, чем в прошлом году. Ну а в центре Омска продают однокомнатную квартиру почти за 14 миллионов рублей. Самая дорогая однушка в Сибири находится на улице Красина. Ее площадь 53 квадратных метра. Покупатель получит уникальный дизайнерский ремонт, выполненный в скандинавском стиле. И полную безопасность. Здесь есть видеонаблюдение, охрана и консьерж. Квартира полностью укомплектована мебелью. О том, кто является владельцем и почему элитную недвижимость решили продать, не сообщается. Собственно, как и о желающих приобрести квартиру. Жилье уже год находится на продаже. Амичам сегодня покажут гастрономическую карту города. В ней самые вкусные места, рестораны и кафе, их особенности. К примеру, вид кухни, наличие традиционных и необычных блюд. Презентация пройдет за 12 часов в Камергерском переулке. Массовый тираж выпустят к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, когда в наш город приедут главы и делегации двух государств. Отмечу, что гастрономическая карта не единственная, которую разработают для туристов. Для гостей города подготовили нескучные тропы, путеводители по области, а также карты гостя, которые дадут право на скидки в музеях, театрах и кафе. Амичей приглашают на ночь кино. Акция состоится завтра. В этом году пройдет на 36 площадках. В кинотеатрах бесплатно покажут фильмы, которые были отобраны во время всероссийского голосования. В их числе боевик «Балканский рубеж», кинокомедии «Домовой» и полицейский срублевки «Новогодний беспредел». Помимо кинотеатров, посмотреть картины можно будет в «Доме кино» под открытым небом в парке «30-летие» в ЛКСМ, а также в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь, кроме показа фильмов, организуют выставку. Амичам покажут старые киноаппараты, афиши, кинопленки с советскими фильмами. Омским школьникам запретили обедать бутербродами и горячими блюдами. Приносить такие прикусы из дома на уроки нельзя. Подобные продукты, пролежав в рюкзаке ученика, могут испортиться. В Роспотребнадзоре надеются, что запрет поможет избежать отравлений. Специалисты отмечают, давать с собой школьнику на перекус можно сок в заводской упаковке, воду и фрукты. Также дети могут питаться в столовой или буфете учебного заведения. Учат добывать еду в экстремальных условиях и оказывать первую медицинскую помощь. 44 юных амича стали участниками ежегодного слета школьных лесничеств. Он проходит в детском лагере «Юбилейный». Здесь ребята под присмотром профессиональных лесоводов проходят курсы выживания в лесу. Учатся ориентироваться, разжигать костер, добывать воду и еду и спасать человеческие жизни. Рассказывает Максим Гречанин. Правила выживания в лесу ребятам рассказывают матерые лесники. Объясняют, как правильно развести костер подручными и специальными средствами потушить пожар. После лекции практика. Команды вышли на пожарные старты. Они по очереди соревновались на скорость. Переодевались в спецодежду, набирали воду в рюкзак, ручной пожарный огнетушитель, из которого тушили условный огонь. Не обошлось без неожиданностей. Например, команда девушек «Зеленые береты» из Калачинского района лучше завязала узлы на бревнах, чем это сделали парни из таврического лесного десанта. Все выкладывались на полную, но при этом активно поддерживали друг друга. Громче всего болели за самых маленьких участников из Любинского района. Ребята здесь получают, наверное, больше знания для жизни. Уже формируется отношение к природе. Это уже, мы считаем, что мы какой-то вклад сделали в воспитание вот именно ребят. В школу лесничества попадают не просто так. В течение года эти ребята убирали мусор в лесах у своих сел, высаживали деревья, вешали кормушки для птиц. Награда – бесплатные путевки. Волонтеры уверенно говорят, между компьютерной игрой и прогулкой на природе они выбирают последнее. Я лучше в лес схожу. В лесу и птички поют, и солнышко, и всегда приятнее. А дома сидеть, лухнуть? Нет, как-то не очень. Лучше сходить в лес и развеяться от грустных и тяжелых мыслей. Ну а благодаря этой смене, навыкам, которые здесь получили, эти ребята вряд ли потеряются в лесу. А может, даже смогут прийти на помощь неопытным людям. У нас научили то, что мы не знаем, и поэтому мы уже как-то сможем найти дорогу, чтобы прийти до метода выживания, если слишком далеко забрели. И все вот это вот, то, что мы приобрели, знания вот эти во время проведения лагеря. Максим Гречанин, Роман Лендал, Александр Козлов, 12 канал. И последнее. Работать всего 4 дня в неделю россияне могут уже с осени. Министерство труда страны должно до 30 сентября представить свое видение реформы. Ведомству нужно оценить возможные последствия для экономики, производительности труда и социальной сферы. Вопрос решается совместно с промышленниками и предпринимателями. Важно отметить, что при сокращенном графике зарплата останется прежней. Это условия профсоюзов. Они ссылаются на опыт ведущих стран мира, где продолжительность рабочей недели значительно меньше, чем в России. А уровень экономики выше. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Компания rbt.ru после реконструкции открывает большой гипермаркет бытовой техники и электроники. Специальные акции и скидки в честь дня рождения магазина ждут покупателей. Подробности в нашем материале. Обновленный гипермаркет компании rbt.ru открывает свои двери для покупателей. Это уже четвертый магазин в Омске. Окончание .ru не случайно. Оно означает для покупателей, что стоимость товаров в магазине была снижена до уровня самых низких цен, как во всемирной сети. В составе сети rbt.ru более 130 магазинов на территории Башкортостана, Урала, Сибири, Хакасии, Алтая, Поволжье и города Москвы. А сегодня день рождения четвертого магазина в городе Омске. Девиз нашей компании – доступные цены, как в интернете, всем нашим покупателям. Компания rbt.ru существует уже 89 лет. На сегодняшний день это старейший поставщик бытовой техники на отечественном рынке. rbt.ru представляет собой сеть розничных салонов, интернет-магазин и сертифицированный сервисный центр. Здесь покупатели могут получить профессиональную консультацию с широкого ассортимента, выбрать наиболее подходящую модель техники и приобрести ее по доступным ценам интернет-магазина. Служба поддержки компании круглосуточно принимает заказы, отвечает на вопросы и помогает выбирать товар. Уважаемые покупатели, приглашаем посетить наш салон. Для вас два этажа широкого ассортимента бытовой техники и электроники, низкие цены, как в интернет-магазине, грамотные консультации, скидки, акции, возможность продления гарантии, а также дополнительные услуги по настройке и подключению приобретенной вами техники. Ждем вас за покупками. Гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru работает ежедневно с 10 утра до 9 часов вечера и находится по адресу улица Красный Путь, 141, дробь 1. Никита Смирнов, Олег Ковальчук, 12 канал. И о погоде. Сегодня, 23 августа, в регионе переменная облачность. Температура воздуха в районах днем до плюс 23. В Омске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей смотрите в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова